Чего только нет в этом магазине. Блокноты, керамические изделия, сладости, игрушки на любой вкус, подарочные сертификаты и даже кресла. Сюда пришли несколько десятков неравнодушных нижегородцев. Среди них выделяется даже целый класс школьников. Они пришли на благотворительную ярмарку День Добра в магазин Керамиса с родителями. Нам здесь безумно нравится. Дети просто в восторге от представленной коллекции, от того, что они могут вот так помочь детям. Мы сегодня пришли помогать онкобольным детям. Я купила львенка и куплю везем. А зачем ты сюда сегодня нашла? Потому что хочется помочь тоже больным детям. На благотворительной ярмарке побывали не только школьники, но и известные в Нижнем Новгороде гости. Так, например, генеральный директор хоккейного клуба «Торпеда» Александр Харламов не только стал покупателем на ярмарке, но и от лица хоккейного клуба принес на продажу ценные лоты. Можно было и приобрести сертификаты на чашку кофе с хоккеистами, но они уже раскуплены. Что может выставить хоккейный клуб? Вот мы хоккейные свитера, вот непосредственно настоящие свитера, в которых ребята выходят на лед играть, и шайбы. Желающих помочь оказалось чрезвычайно много. Порой места для всех покупателей под крышей этого уютного магазина «Керамиса» просто не хватало. Как говорили сами участники благотворительной акции, они не просто покупают вещи. Подобные покупки – это возможность приобрести эксклюзивную вещь с историей. Картина поразила своей сочностью, качеством. Действительно здоровская, прямо, не знаю, глаз на нее лег. То, что она будет в хорошем, добром месте – это гарантия. Это очень хорошее мероприятие, которое обращает внимание, что проблемы надо решать сообща и друг другу помогать. Мне повезло сегодня приобрести кресло, которое очень даже было необходимо и займет свое место в почетном консульте Мальта. Целый месяц организаторы принимали вещи не только от неравнодушных нижегородцев, но и от гостей из Эстонии и Бельгии. Вязаные игрушки, броши, сертификаты и самые разные украшения. Сил организаторы потратили много, но каждое усилие более чем оправдано. На кону здоровье и улыбки детей. А это бесценно. Есть очень много больных детей, которые нуждаются в помощи. И нужно как-то было придумать, как им помочь. И может быть свыше, я не знаю, как родилась эта идея, она просто пришла в голову. Я несколько лет помогала этим фондам как волонтер. И я понимала, что нужна какая-то большая массовая акция. Те, кто не успел поучаствовать в акции, еще могут помочь детям. Принести вещи, купить слоты можно в магазине Керамисы по адресу Пескунова, 30В. Можно поддержать фонды «Дети без мам» и «Нонс», отправив смс на короткие номера, которые вы видите на экране. Оказать помощь детям с расстройством аутистического спектра можно на сайте фонда «Время рассвета». Также продукцию можно приобрести, зайдя на страницу «Керамиса», нижнее подчеркивание «Добро» в Инстаграм. Все средства с продажи пойдут на помощь детям. К слову, за день было собрано более 400 тысяч рублей. Итоги акции будут подведены 26 ноября. А это значит, что уже многие дети смогут получить помощь, которая так нужна. Дарья Кульбайкина, Владимир Гайдай. Время новостей.